итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро шалом бонжур hello и мы начинаем наш традиционный урок туры в 10 утра максим перенчук шалом мы начинаем яков шатадин начинаем урок туры по каждое утро в 10 утра на платформе ваикра кристина бонжур значит мы начинаем урок и продолжаем изучать 17 главу притчи царя соломона мишли светлана карачева шалом у нас постоянно есть наши постоянные наши выпускники вот ирина ирина рослик это новый у нас участник видно она легализацию каннабиса празднуют своим аватаром очень очень интересный аватар такой каннабис дать для ирины рослик и фамилия рослик это то что растет да всем привет значит вот и мы проводим сейчас и в инстаграме у нас идет урок и в инстаграме и фейсбуке одновременно кому удобно смотреть в инстаграме смотрят в инстаграме кому удобно фейсбуке смотрят фейсбуке и на ян анна антонова ян анна яманова шалом шифра бронфман привет из кайф из кайфа борис ранев все отлично все дорогие друзья и мы продолжаем изучать продолжаем изучать мудрость великого царя соломона он был пророк и он получал тору от бога плюс он был еще сын царя давида он был сын царя давида а царь давид как известно тоже был пророк то есть царь сам он был пророк сын пророка царь в иерусалиме и он значит в притчах нам передал самую такую вот я считаю очень люблю изучать притчи самую великую мудрость он нам передал и с помощью мудрецов таких как мат малбин раши митсуда давид значит мы разбираемся в этой мудрости смотрим как и можно применить в нашей жизни потому что мы учили уже впервые вот тот учит тору для того чтобы делать тому с неба помогут изучать обучать лишь мор сохранить и делать это очень сложная задача сохранить вот я сегодня шел на молитву с утра и думал вот мы вчера учили учили мы вчера об сукин да очень интересные полезные а помнили я в один пасук шел всю дорогу повторял да что к м н к м н шок от бэнэй балов да как камень драгоценный взятка в глазах владельца эль коль ашер ифне я стиль в каждую сторону куда взятка поворачивает он потом умудрится то есть мы вчера учили что это как раз объяснение на народную мудрость если нельзя но хочется то можно когда тебе хочется что-то то тогда ты себе придумаешь как можно и это то что говорится что взятка это когда ты реализовываешь свое желание это твое хочется а интеллект он просто обслуживает у большинства людей обслуживает желание их желание их сердца даем и как раз поэтому книга книга психолога лобковского хочу и буду продается сотнями тысяч экземпляров потому что он как раз и дает логическое обоснование психолог же все-таки что делает что хочешь что твое сердце хочет то и делает и но это путь полностью против торы это антиторонический подход по торе мы не должны делать то что хочется а мы должны хотеть то что правильно то есть то что бог сказал что это правильно то что бог сказал что это добро это зло как раз и высшее качество человека это подняться над своей животной натурой на своим хочу и своим интеллектом выстроить так свою жизнь чтобы хотеть и любить то что ему правильно и тогда это еще самый великие люди даже вы были просто велите эти люди, мыслители, такие как Толстой, например, он говорит в жизни, самый правильный путь, говорил Толстой, представьте, он говорил так, не делать то, что любишь, а любить то, что делаешь, то есть это намного более высокая ступень в развитии человека, когда он интеллектуально, когда он не входит в противоречие хочу и надо, хочу и правильно, если человек, он понимает, что надо, это есть для него правильно и это тот путь, по которому надо идти, он потом может свое хочу повернуть и полюбить правильный путь, вот это тема, вот это настоящая личность, настоящий человек, а жить как животное, хочу и буду, это много ума не надо, много ума не надо, хочу и буду, хочу так, хочу так, платить, правда, за это потом надо, иногда, иногда одиночеством, иногда, иногда тюрьмой, потому что, что такое тюрьма, тюрьма это я хочу взять чужое и возьму, ну вот, пожалуйста, потом тюрьма, понятно, да? Хорошо, теперь мы переходим в следующий отрывок, 17 глава, мы дошли до, значит, 9 отрывок, 9 отрывок очень, очень такой прямо часто встречающийся и очень такой жизненный, значит, он звучит вот так, давайте сейчас прочитаем его и будем разбираться. Значит, тот, кто михасе пэша, это тот, кто прикрывает пэша, это проступок, значит, есть разные виды проступков, например, когда один человек другому оставляет на хранение вещь, и тот, кому оставили на хранение вещь, эту вещь дорогую, чужую, положил на стол и открыл дверь и сказал, заходи, кто хочет и делай, что хочет, и ушел. Ну, это называется пэша, когда его потом, они разбираются, должен ли он вернуть деньги или не должен, тот должен. Почему? Потому что это было, это было пэша, это, ну, проступок такой прямо, ну, конкретный проступок и нарушение, это пэша. А есть, например, например, есть вот Арбашумрим, есть пэша, а есть какие еще там, есть пшаим, которые явные проступки, да, а есть бешогек человек, что это делает неосознанно. Например, идет ребенок, и он разбил чашку, и мама ему говорит, ты, значит, там плохо поступил, это плохой поступок. Он говорит, да я случайно, я споткнулся, я вообще не видел, сестра оставила на полу там швабру, я в нее споткнулся посередине комнаты. Это называется, ну, он неосознанно разбил чашку. А если он эту чашку кидал вверх, вот так вот кидал, и мама ему раз сказала, не кидай, два сказала, не кидай, а он продолжает кидать, и он ее разбил. Это пэша, то есть есть разные виды проступков. Есть проступки осознанные, есть неосознанные. Теперь говорит нам царь Салмон, тот, кто закрывает глаза на вот эти вот пэши, даже на осознанные проступки, мивакэша ава, он ищет любви. Понятно, да? То есть, вот смотрите, вокруг нас люди делают разные вещи, разные-разные. То есть, понятное дело, что большинство людей, они, каждый живет на своей волне, и когда ты с ними взаимодействуешь, они делают то, что они хотят. Есть люди очень обидчивые, они говорят, ты специально это делаешь, чтобы меня разозлить. Да, человек говорит, да я вообще не специально, я просто сделал. Нет, ты специально это делаешь, чтобы меня разозлить. То есть, есть люди, которые выступают по отношению к другим прокурорами, и они других людей критикуют, замечают их неправильные поступки, они делают им замечания. И каждый раз, когда ты делаешь кому-то замечание, ты должен знать, что в этот момент ты убираешь любовь, которая была между вами. Да. То есть, критика убивает любовь. Это факт. Критика, замечание убивает любовь. Теперь тот, кто ищет любви, он хочет, чтобы у него с близкими были хорошие отношения. Вот, например, я учился в Рависках Зильберзе, в Раноце Декли в Рахахах. Он говорит, я никогда в жизни никому не делал замечания. Один раз в тюрьме я сделал кому-то замечание, говорит, очень долго потом об этом жалел. То есть, у него был принцип никого не критиковать, не делать никому замечания вообще. Почему? Он считал, что любовь в отношениях важнее, чем сделать замечания. А, а как же исправить? Он целый выдумывал, целый выдумывал такие как бы обходные маневры, чтобы человеку намеком показать, что где-то он ошибся. Например, вот он хотел кому-то там намекнуть, да? Он на уроке брал там кисуршу ханрух, а написано вот в кисуршу ханрухе так-то, так-то. Вот так-то, так-то, да? Интересно. И тот, кто делал не так, как там написано, он сразу понимал, где он ошибся. Но напрямую он ему замечания никогда не делал. Теперь еще раз. Мехасе Пеша, тот, кто прикрывает проступки, он ищет любви. Вешене Бедавар Мафрит Алюф. Тот, кто снова и снова повторяет Шене Бедавар, тот, кто повторяет вот эту вот критику, он Мафрит Алюф, он отдаляет друга. Есть такие люди, которые не просто они делают замечания, они потом годы делают замечания. Есть такие люди, которые годы вот в отношениях, да, особенно у родственников. А вот ты помнишь, как ты мне когда-то там сделал так-то, так-то и так-то. И годами иногда вспоминают. Начинается какой-то небольшой конфликт семейный, да? И после буквально первой фразы звучит ты всегда, а ты помнишь, как ты мне тогда и так далее. Это называется Шене Бедавар. Тот, кто повторяет вот в этой вот, в своей критике, он отдаляет друга, потому что какой друг выдержит такое отношение, когда тебе каждый раз уже притыкают тем, что было когда-то. И, ну, это очень отдаляет, очень отдаляет. Теперь понятно, да? И есть здесь второе объяснение. Второе объяснение – это отношение с Богом еще здесь. Вот смотрите, есть, когда человек делает какой-то грех, да, обычно человек делает грех первый раз неосознанно. Он не знает, что это грех. Он первый раз делает грех не осознал. Второй раз он уже знает, что это грех. И вот тут за второй раз это уже намного, ну, намного, как бы, более серьезные нарушения. Третий раз написано, что обычно человек, который делает грех третий раз, он себе уже объясняет, что это не грех. То есть он уже, когда понимает, он уже к этому привык, и он себе объясняет, да, это уже нормально. Теперь давайте с этой точки зрения прочтем. Когда человек один раз согрешил и раскаялся, Бог сразу прощает такого человека. Теперь, если он шунеб и навар, он повторяет и повторяет этот грех, мафрит алюф, он отделяет себя от Бога этим грехом, он создает между собой и Богом, создает препятствия. Значит, вот сейчас у меня такая какая-то мысль была на это место. Значит, один грех Бог легко прощает, но если он повторяет раз за разом, то это он уже его не исправляет, мафрит алюф, и он создает стену между собой и Богом, так как он думает, что это не грех, да. Не знаю, какая-то у меня была мысль, какая-то история, иллюстрация, такая хорошая, но нету. Значит, это очень важно. А, вспомнила, какая была иллюстрация. Я, как бизнес-тренер, когда-то работал в одной компании, меня пригласили в Белоруссии, и стал агистик, она называлась. И у них был такой очень интересный закон в компании. Когда человек совершал какую-то ошибку, то ошибка в процессах, которая привела к потере денег, или к потере каких-то клиентов и так далее, то брали эту ошибку. И как вот в самолетах, когда самолет падает, разбирают там поминутно буквально процесс. Они разбирали эту ошибку на поминутные действия того, кто ее совершил, и рядом писали, как он должен был делать в каждом этапе, для того, чтобы этой ошибки больше не было. Ну, для того, чтобы она не произошла. То есть они ее разбирали. Вот это привело к потере клиента, к потере денег и так далее. И они разбирали этот процесс и писали, как надо действовать должностная инструкция. После этого эта ошибка попадала, у них была книга ошибок, книга возможных ошибок в компании. Каждый новый сотрудник должен был эту книгу изучить и сдать по ней экзамен. Хозяин компании, ее директор, он говорил так. Так, каждый имеет право на одну ошибку. Но повторить ту же самую ошибку, человек не имеет права. Он же не дурак. То есть он, если ты уже сделал и понял, значит ты не имеешь права ее повторить. Теперь, если ошибка произошла, то все люди, кто поступали на работу на эту должность, они должны были изучить все возможные ошибки. И если они повторяли хоть какую-то из них, он их сразу увольнял. То есть они знали, нет никакого, у них не было ни одного шанса, если они повторили ту ошибку, которая уже была в этой книге, остаться в компании. Значит, после, по-моему, 40 ошибок, эта книга закончилась на 40 возможных ошибках. Больше в компании никогда не было ошибок. Это была очень такая, одна из лучших компаний, в которых я работал. Теперь у нас тоже есть на это все книги. Есть Шухонорок, есть Хитсуд Шухонорок и так далее. То есть, если человек делает одну ошибку, Бог его прощает. Ну, он не хотел, не знал. Но если он повторяет, написано Мафрит Аруф. То есть, он этим самым, он становится осознанно, начинает осознанно, осознанно начинает грешить. Вот такой вот интересный девятый отрывок. Хорошо. Теперь дальше. Десятый отрывок. Значит, десятый отрывок, он как раз нам дает обратную сторону. То есть, царь Соломон очень красиво. То есть, первое, он говорит, если ты хочешь создавать любовь с людьми и любовь с Богом, то ты должен прикрывать грех. Что значит прикрывать грех? В других людях не замечать их ошибок. И, значит, тогда у тебя будет с ними любовь и хорошее отношение. И, значит, с Богом, если ты совершил ошибку, то Бог с собой ведет точно так же. Один раз совершил, никакой проблемы. Но если ты продолжаешь это делать, начинаются проблемы. Теперь десятый отрывок. Тахат геара бемвин меакот ксиль меа. Значит, тахат геара, это есть такое понятие обличения. То есть, все-таки приходит человек и говорит тебе, ты ведешь себя неправильно. Ты там здесь ошибся, тут обидел, там обидел, здесь поступил неправильно, там поступил неправильно. Это называется обличение. Обличение. Оно неприятно. Оно автоматически убирает любовь. То есть, это факт. У человека внутри есть для него, когда его критикуют, для любого человека. Это больно. Это реальная боль. Теперь большинство людей на эту боль реагируют автоматически ухудшением отношений с тем, кто критикует. Они говорят, а, ты меня критикуешь? Все, значит, до свидания, конфликт, скандал или нападение ответное, то есть, как мы учили тоже в Мишле, что человек так устроен, что как человек смотрит в зеркало, в воду, кемаем по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение, как лево дам, лево дам. Так сердце человека отражает сердце другого человека. Если кто-то тебя критикует, то знаешь, что, вернее, если ты кого-то критикуешь, ты должен знать, что он в ответ критикует тебя. Это, ну, это как зеркало. Значит, это естественно, это так устроено большинство людей. Но в 10 отрывке царь Соломон говорит нам, что есть, есть здесь очень одна такая мудрость, очень большая мудрость. Значит, тэхад гиарабы мивин, влияние вот этого обличения на человека мивин, это понимающий, понимающий вещь, мивин это тот, у кого сильная логика, понимающий причинно-следственные связи, и он понимает, давар меток давар, он понимает вещь из вещи. Он, так говорится так, значит, влияние вот этого обличения на понимающего больше, чем 100 ударов на ксиля. Ксиль это грешник по вожделению. Значит, есть человек, он грешник по вожделению, он не может, он хочет, он там поздно спать, вкусно есть, спать с кем хочет, в субботу ездить на пляж. Это называется грешник по вожделению. Он понимает, что, ну, нельзя это так говорят, Тора говорит, Бог говорит, и так далее. Он понимает, он говорит, ну, скорее всего, это все правда, да, ну, не могли там евреи 3000 лет назад ошибаться и умирать за вот этот шаббат, за то, чтобы быть, ну, быть религиозными. Ну, как бы, понятно, что это правда, но я вот, такое я животное, я не могу. Это называется ксиль. Ксиль это грешник по вожделению. Теперь грешник по вожделению, так как он нарушает духовные законы, то он постоянно попадает из-за этого в страдания. Человек, который много ест и вкусно ест, и ест запрещенную еду, у него потом вырастает большой живот, и он периодически попадает в больницу. Человек, который нарушает шаббат, он обычно в шаббат и попадает в какие-то неприятности. У меня перед тем, как брат начал соблюдать шаббат, у него в начале, в шаббат, первое у него был звоночек такой, когда он, я соблюдал шаббат, он начал узнавать про шаббат, ну то есть у него уже было знание о шаббате. Но он считал, наверное, что шаббат для него на тот момент был не так важен. И он продолжал жить обычной жизнью. И тут у него в шаббат отрывается ахиллова сухожилия. Дзин, звоночек первый. Ну, зашили, пару месяцев походил в гипсе. Потом, бах, шаббат, у него сгорает офис. Буквально через несколько месяцев сгорает офис. Значит, ладно, бывает, с тем не бывает. Продолжает он. И тут у него рождается второй ребенок. Я вот, как сейчас помню, он после родился, и он заболел. И он лежал в реанимации. Мы за него молились, там, все за него молились. Он молился. Он, ну, реально, как бы это было, ну, представляете, рождается ребенок, все. И вот, я помню, заканчивается шаббат. Мы были тогда на шаббат в этом самом, у кого-то в гостях в Байтаре, по-моему. Я после шаббата звоню, как ребенок, что умерла в шаббат. Умерла в шаббат. И это была огромная трагедия. И после этой трагедии у меня мой брат стал религиозным, стал соблюдать шаббат. Ну, то есть, он стал религиозным. Теперь, написано здесь так, царь Сламон говорит, влияние обличения, георай, это такое неприятное обличение, на умного, больше, чем на дурака, сто ударов. Дурак, вот этот вот, ксиль, который грешник по вожделению, он получает удары, он получает удары, у него там, здесь, и он продолжает быть вот таким ксилем. Теперь, но умный человек, он, бывает, что он вокруг просто смотрит и думает, так, вот, вот произошло, вот произошло, вот произошло, и он начинает все это сопоставлять, и умный человек, для него обличение, оно, на него большее влияние оказывает, чем на дурака, сто ударов. Я вспоминаю, один из таких, у меня есть очень умных людей, кого я очень уважаю, он рассказывал, как он стал религиозным. Стал он религиозным, он постепенно, постепенно, он умный человек, поэтому он слушал, смотрел, слушал, смотрел, и он постепенно становился все более и более религиозным. Есть такие люди, я, например, сразу стал, то есть у меня был вот такой вот резкий там, через страдание, и я уже понял, что все, обратился к Богу, как-то у меня это быстро произошло. Хотя тоже не быстро, у меня получилось так, что я вначале обратился к Богу, Бог мне помог, я начал постепенно, по чуть-чуть соблюдать, потом я все бросил, и у меня через год на Рошашана прямо случились такие неприятности, что капец во всех, ну то есть страшные у меня были неприятности, и я опять начал молиться, и уже пообещал Богу, что я буду религиозным. У меня было вот, именно тоже через вот такие вот страдания, скажем так. А у него было постепенно, он очень умный человек, прям умнейший, очень богатый, очень умный, такой прям. И вот он из рода Леви, кстати, он из рода Леви, то есть у него из поколения в поколение, Левиты это те, кто служили в храме. И он когда стал религиозным, он говорит, я уже начал все соблюдать, и шаббат, и все, но я очень любил морепродукты, он говорит, я не мог, вот прям не мог я поверить, что от морепродуктов, от креветок каких-нибудь, от всех вот этих вот угрей, там того, что нельзя есть, может что-то случиться. Ну что может случиться, ну Богу какая разница, я все соблюдаю, уже все я религиозный, молюсь, филин одеваю, шаббат соблюдаю, ну какая ему разница, ем я креветки или не ем. И он говорит, я летел через там, этот самый, через Амстердам, он летел из Америки, по-моему, куда-то там в Украину, и он говорит, я в Амстердаме останавливался, всегда в хорошей гостинице, и кушал там какой-то супер ресторан, и кушал я там устрицы, это было для меня вот одно из самых больших наслаждений, которые у меня были. И вот я, значит, кушаю устрицы, и, значит, скорая реанимация, афилактический шок это называется, меня еле спасают. Я думаю, как так может быть, пятизвездочная гостиница, там супер ресторан какой-то там, со всеми звездами. Я прихожу, говорю, что вы меня устрицами такими накормили? А они говорят, нет, устрицы свежайшие, вот кушала их вечером, там, я не знаю, столько людей, все было нормально. Он говорит, ладно, проходит еще какое-то время, прихожу к другу, паста с морепродуктами. Я думаю, ну что паста с морепродуктами? Ну что, ну Бог простит, ну как? Скушал пасту с морепродуктами, реанимация, афилактический шок, все. Я, уже после этого я начал догадываться. Но был, третий случай был, который полностью уже поставил вот такую точку. Лечу в самолете, идет стюардесса, он летает бизнес-классом, предлагает меню, рыба. Рыбу можно есть ту, которая с чешуей и с плавниками. Написано в Торе, что кошерная рыба с чешуей и с плавниками. А там рыба такая. Я ее спрашиваю, девушка с чешуей и с плавниками? Она говорит, ну а какая еще рыба бывает? Чешуей и с плавниками, конечно. Я ей говорю, ладно. И вот тут, вот этот как раз момент, то, что мы учили вчера, что взятка, взятка, она как эвенхен бейне баала. Взятка, она как драгоценный камень в глазах того, кто ей владеет. Эль коль ашер ифне и астиль. В каждую сторону, куда она повернет эта взятка, она найдет объяснение, интеллектуальное объяснение. Он говорит, я сижу и думаю. Ну, она же сказала, что с плавниками, чешуей. Да, рыба не видно же, ну кусок белой рыбы, ну что там может быть? Скорее всего, с плавниками, чешуей. Давайте. Съедает, он говорит, съедаю кусок этой рыбы, самолет приземляется, меня в реанимацию, афилактический шок и все. Я после этого понял уже, что все, хватит. У него трех разов хватило. Здесь написано в 10 отрывке, что одна диараба мивин, то есть одно обличение, для мивин, это для понимающего, больше, чем 100 ударов для аксиля. То есть 100 ударов, иногда 100 ударов для грешника, они его не научат. А одно вот сегодня урок для кого-то, кто услышит, если он умный и понимающий, он понял, разобрался, и я надеюсь, что все, кто должны кушать кошерное, будут кушать кошерное. Бог все для нас приготовил, вообще много кушать вредно, очень вредно много кушать, и вкусно кушать тоже вредно, а полезно, полезно быть не как принцесса на горошине, которая изнеженная, и которая мучилась от горошины, а полезно быть человеком-аскетом, который ни от чего, ни от чего, вот ему аскету все отлично, и он будет в жизни получать только удовольствие. Все, будем аскетами, будем, значит, кошерными, и с Божьей помощью все будет хорошо. Все, друзья, удачи, успехов, желаю вам прекрасного, хорошего дня. Сделайте, пожалуйста, три отзыва, не три отзыва, а вот сделайте свои выводы. Вот если у вас были какие-то инсайты, то вы сейчас еще раз подумайте, закрепите для себя свои выводы, запишите их, потрудите, запишите, и поделитесь своими инсайтами со своим окружением, обсудите эти инсайты, потому что очень важно, когда ты учишь, чтобы делать, значит, тому помогают и учить, и обучать, и делать. И тот, кто учит Тору, он соединяется через Тору с Богом, и с Божьей помощью будет идти прям свет на всех нас, и на мир вокруг нас. Все, удачи, успехов, Всего хорошего!